Добрый день, друзья! Завтра у нас 6 апреля. Что же нам будет нести завтрашний день? Это канун Благовещения Артемий, День Захария Эртимона, Захарий Постник, День Захария Якова. Так этот день называли в старину. Обычно в это время погода теплая. Ну, она на настоящее время действительно теплая. Снег активно тает, это по приметам, но в реале он уже давно растаял. Если весна уже пришла, морозов много впереди. Вот такая примета. Коль ночь теплая, весна дружная. Вот надо посмотреть, какая будет сегодня ночь. Сойдет к этому дню снег? Сойдет насовсем. А если нет, пролежит долго. Ну, у нас цветы уже везде, люди посадили картошку. Родившиеся в этот день очень чистоплотны. Им следует носить камень аметист. 6 апреля обязательно можжевельникам окуривали домашний скарб и зимнюю одежду. По поверьям это избавляло людей от призора, предостерегало от обаяния. Старые соломенные постели сжигали, чтобы безопасить себя от бесовского влияния и последующей зимы, а также истребить недуги. В церквях освящали семена. Вот завтра надо брать семена и идти в церковь. Это для сельских жителей. Обязательно прыгали через огонь. Печей не топили. И укладывались спать в выхоложных горницах и сенях. В самих избах оставались больные, старики и дети. Непременно гадали о будущем урожае. На ночь вешали мокрое полотенце во дворе. Если к утру оно высыхало, быть хорошим урожаем. Останется наполовину мокрым, урожай будет средним. Мокрое или замерзло, лето будет влажным, с ранними заморозками к концу. Вот надо сегодня повесить полотенце и посмотреть. Также надо было подготавливать себя ко дню Благой Вести молитвами. Накануне народ посещал тюрьмы, чтобы раздать милостыню заключенным сквозь решетки. Раньше в церковь не пускали тех, кто приступил людское. Прежде всего надо было чистить себя с праведными делами. А уж потом можно и в Божий храм входить для общения с Господом. По вечерам на улицах зажигали костры, чтобы и ночью была видна дорога к церкви. Ну вот такие основные приметы на завтрашний день, 6 апреля. Кому понравилось, спасибо за внимание, заходите, смотрите, слушайте. С вами Сергей Котлеров на ютубе. Всего доброго, до свидания.